Рыба приехала! Целый день ждали! Эти кадры с бесплатной раздачей рыбы пенсионерам вчера облетели камчатские соцсети и группы в мессенджерах. Происходило все у социального центра на улице Войцешика. На видео можно наблюдать, как отдаленное подобие живой очереди на глазах оборачивается давкой. Контекст у этой истории еще более неприятный. Пожилым людям пришлось весь день стоять на жаре, ожидая подвоза обещанной горбуши. Я пришла. Сказали, что будет в 14.00 выдача. Значит, народ собрался. Я знаю, что там начали занимать очередь в 10 утра. Я пришла в полперва. Значит, ну ни в 2, ни в 3, ни в 4 рыбы не было. Ждали, 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 но я не знаю. Говорили, что водитель сказал вот-вот, вот-вот. И уже когда 20 вечера, 20.00, значит, сказали, что неизвестно, ну должен подъехать, понимаете, но должен это уже сколько часов подряд. Там уже начали бушевать и, короче, где-то к 9 привезли уже рыбу. Когда стали выдавать, там началась драка среди пенсионеров. Когда начали выдавать, я стояла прямо около контейнера. И когда мне положили рыбу, я не могла выйти, мне чуть руку не сломали. У меня порвался... Рыба повалилась или подняла, там, короче, одна осталась. Акцию организовало Камчатское отделение Союза пенсионеров России. Рыбу предоставило предприятие из Октябрьского. Свидетелем того, что получилось в итоге, стала Жанна Головинская, многодетная мать, которая хотела получить рыбу для своего пожилого отца. Она обратила внимание, что людей все время держали в неопределенности. Сотрудники этого социального МФЦ говорят постоянно, рыба будет, ждите. Потом через 15 минут, рыбы сегодня не будет. Потом опять, рыба будет, ждите. Люди голодные, стоят там, не отходят, там не присесть нигде. То солнце, то холодно дует, ни воды, ни попить ничего. Там даже рядом магазина нет. Жанна написала ВКонтакте губернатору Камчатки Владимиру Солодову, чтобы узнать, как вообще сложилась такая ситуация. Вскоре из правительства пришел ответ. В сообщении говорится, что задержка вышла из-за вчерашней аварии на магистральной линии связи. Из-за отсутствия интернета рыбу не могли оформить по системе Меркурий. И машина с горбушей на борту в итоге выехала из Октябрьского с большим опозданием. У нее был маршрут длинный, там через Елизово проезжала, ну, через другие организации. То есть, как только мы получали достоверную информацию о том, что задерживается, соответственно, приезд машины, мы ее доводили до Союза пенсионеров. И, значит, люди тоже были проинформированы. Наши сотрудники, Министерство рыбного хозяйства непосредственно присутствовали на месте. Эту информацию также людям передавали. Но, как говорится, с целью, чтобы наверняка, как говорится, обеспечить, видимо, возможность получения этой рыбы, люди находились, несмотря на эту информацию, на этом месте. Казалось бы, действительно форс-мажорная ситуация, но сообщения властей объясняют не все. Так, работа интернета и мобильной связи была восстановлена в крае уже к трем часам дня. А рыбу привезли только к девяти. Причем, по словам очевидцев, до последнего было непонятно, будет машина или нет. Вопросы у людей возникли и к тому, что им привезли. Сказали, по пять рыб где-то. Сказали, что привезут две тонны. А когда открыли, там, ну я не знаю, там если было полтонны, то хорошо. Потому что два контейнера, и было в каждом контейнере меньше половины. И почему заволновались, говорят, это хорошо, вы знаете, что много народу ушло. Там бы по полрыбины не хватило бы. На вот такой кадр снят на 26-м километре. Туда машина приехала к восьми часам. Пенсионерка свободно берет столько рыбы из контейнера, сколько надо. В то время как в других районах Петропавловска повторилась ситуация с улицы Войцешика. Положите человеку, бабушке, 89 лет. Вам не подруга на рамки? Нет, это не подруга. А у меня мужик молит первый друг. Да поругайтесь, поругайтесь. Это уже далеко не первый раз, когда раздача рыбы на Камчатке превращается в скандальную историю. Предыдущий громкий случай был этой весной, но он носил скорее политический характер. Тогда активистка Союза пенсионеров и по совместительству член партии «Справедливая Россия» Любовь Трощенко организовала выдачу горбуши. А потом ее однопартийцы представили все так, будто занималась мероприятием партия в целом и руководитель регионального отделения Дмитрий Бобровских. Он подъехал на машине, я даже не видела, когда он подъехал. Когда он подошел ко мне, поздоровался и говорит, Люба Николаевна, может быть, тебе пакеты принести? Он говорит, зачем они мне? Мне не надо пакеты. Ну, если людям, то дай людям пакеты. Я не то, что там я себя выгораживаю, нет, я в шоке вот это. Я ему сказала, какое ты имел право писать. Еще более громкий скандал случился пять лет назад при предыдущем руководстве Камчатки. Тогда битвы за горбушу растянулись на целых три дня. Властям даже пришлось привлекать полицию для поддержания порядка. Практически каждый раз организация таких благодворительных мероприятий вызывает вопросы. Жизнь мотоциклиста унесло столкновение с иномаркой на Камчатке. Смертельное ДТП произошло поздним вечером 13 августа на дороге Петропавловск-Мильково. Как рассказали в госавтоинспекции, по предварительным данным, владелец мотоцикла «Шармакс» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся навстречу Хонду. Как выяснилось, у байкера не было прав. В результате аварии он погиб на месте. Сейчас специалисты выясняют все детали случившегося. По факту происшествия проводится проверка. Почти сутки провела в лесу заблудившаяся любительница дикоросов на Камчатке. Женщине всю ночь пришлось просидеть на дереве. Туда ее загнал медведь. Как рассказали в МЧС, позвонивший в 112 заявитель сообщил, что сборщица грибов в компании знакомых отправилась в лес в районе СНТ Кречет. В какой-то момент она отстала от группы и пропала. Сотового телефона у нее с собой не было. Самостоятельные поиски результатов не принесли. Спасатели вместе с правоохранителями искали женщину в ночи несколько часов, но тоже безрезультатно. Было принято решение приостановить поиски до утра. Однако с рассветом незадачливая сборщица дикоросов нашлась сама. Вышла к машине своих знакомых, которые продолжали ее искать. Так ее и обнаружили спасатели. Фельдшер Спасцентра осмотрел женщину. Медпомощь, к счастью, ей не понадобилась. Взяла мобильный телефон мужа, оформила несколько кредитов, а деньги потратила по своему усмотрению. Жительницу Вилючинска на Камчатке подозревают в мошенничестве. Установлено, что 28-летняя, ранее судимая жительница города Вилючинск воспользовалась сотовым телефоном своего супруга и подала заявку на кредит от его имени. Позже она получила 94 тысячи рублей на свой банковский счет. Через несколько дней она оформила новый кредит на мужа в другой компании и получила 26 тысяч рублей. Деньги она потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантке может грозить максимальное наказание – лишение свободы на 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается. Петропавловск начали избавлять от крыс. Внеочередная дератизация проводится в торговых центрах, на ярмарках, продуктовых базах и рынках краевой столицы. В первую очередь обработку проводят на крупных объектах, таких в городе более 15 штук. Специалисты предприятия по профилактической дезинфекции, с которыми у администрации заключен контракт, расставляют в торговых точках ловушки и приманки на грызунов. В городских торговых центрах плановая дератизация проводится ежемесячно, а дезинфекция – дважды в месяц. К внеплановой санитарной обработке предприниматели отнеслись с пониманием. Они предоставляют специалистам доступ ко всем внутренним помещениям торговых центров и территории вокруг. Очищают от крыс и жилой сектор города. Этим обязаны заниматься управляющие компании. Дератизация должна затронуть все микрорайоны краевой столицы. Еще в конце июля контрольное управление администрации отправило в управляйки Петропавловска уведомление о необходимости зачистить свою зону ответственности от грызунов. Некоторые компании уже отчитались о проделанной работе. На прошлой неделе совместно с руководителем Государственной жилищной инспекции Суколином Олегом Владимировичем была проведена рабочая встреча с управляющими компаниями по теме о необходимости проведения дератизации дополнительных мер на закрепленных за управляющими компаниями территориях. Было принято решение, что до 15 августа такая работа будет проведена управляющими организациями и направлена информация в контрольное управление администрации города. В целом схема работы такова – предприятие получает уведомление от города – пора заняться крысами. Если компания не реагирует на увещевание администрации, то тогда она получает предостережение, а потом предписание с указанием жестких сроков, когда дератизация должна быть завершена. Обиженный на приятеля иностранец залез к нему в квартиру и украл игровую приставку. В столице Камчатки вынесли приговор 34-летнему жителю Дагестана, которому сильно не хватало общения. Он пытался связаться с другом по телефону, тот звонки игнорировал. Мужчина обиделся и решил навестить товарища, пробравшись к нему в квартиру. Для этого пришлось подниматься к окну второго этажа по проводам спутниковой антенны. Хозяина дома не оказалось, и обделенный общением иностранец не захотел уходить с пустыми руками, прихватив с собой игровую консоль. В краевой прокуратуре уточнили – стоимость такой приставки превышает 65 тысяч рублей, а воришка продал ее за 15. С другом он в итоге помирился, в ходе следствия помогал найти похищенную консоль, а в суде раскаялся в содеянном. Мужчину признали виновным в краже в значительном размере с незаконным проникновением в жилище и с учетом срока содержания под стражей оштрафовали на 50 тысяч рублей. Пока приговор суда не вступил в силу, и его можно обжаловать. Сегодня на встрече с министром природных ресурсов Российской Федерации Александром Александровичем Козловым договорились о дальнейших действиях по обеспечению экологической безопасности Камчатки и ликвидации накопленного вреда. В следующий этап реализации национального проекта по очистке водных объектов должны войти два наших ключевых объекта. Это озеро Култушное в центре города, которое является частью развития Петропавловска-Камчатска в рамках мастер-плана, и его очистка позволит создать вокруг него привлекательный и экологически безопасный природный парк. Вторым объектом должна стать защита села Соболя от неблагоприятного воздействия паводковых вод. Сейчас объект проходит отбор Минприроды России, и надеемся на его поддержку и включение в следующий этап реализации программы. Это позволит надежно защитить село от ежегодных паводков. Кроме того, обсудили вопросы развития системы особо охраняемых природных территорий на Камчатке. Мы являемся флагманом в стране, и продолжается укрепление наших территорий. В ближайшее время должна быть завершена работа по передаче двух кластеров природного парка вулкана Камчатки, Южно-Камчатского, Ключевского на федеральный уровень. Это позволит существенные дополнительные ресурсы привлечь в развитие, укрепить инфраструктуру, ну и вывести на качественный уровень защиту тех территорий, которые массово посещаются туристами, что мы видим сейчас в высокий туристический сезон. Продолжим работу. Хочу поблагодарить и лично Александра Александровича Козлова за включенность, и всю команду. Будем и реализовывать запланированные проекты экологического характера, ну и укреплять нашу горнодобычную промышленность при помощи механизмов поддержки предусмотренных новых национальных проектов. Укладывать брусчатку начали в сквере по улице Вайцешика в Петропавловске. Сейчас эту территорию благоустраивают в рамках нацпроекта. Проводят озеленение, создают фонтанную композицию. Скоро там начнется асфальтирование парковки. На территории Петропавловска-Камчатского городского округа реализуется один из проектов благоустройства. Это сквер Вайцешика. Он стал победителем в 2023 году Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Было выделено порядка 300 миллионов рублей из федерального бюджета. И в прошлом году осенью разыгрались на строительство уже по ранее завершенному проекту. Заказчиком является администрация Петропавловска-Камчатского городского округа. В рамках благоустройства в сквере по улице Вайцешика укладывают пешеходные дорожки. В ближайшее время там появятся игровые и спортивные площадки, лавочки, урны и другое оборудование. Отмечается, что изменится не только ранее пустующая территория сквера, но и угол на пересечении улиц, известный как площадка у цветочных павильонов для милых дам. Все работы планируется завершить до конца этого года. Напомним, благоустройство нового сквера выполняется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Возможность проголосовать онлайн организуют на выборах в Заксобрании Камчатки. Они состоятся с 6 по 8 сентября и пройдут по 11-му одномандатному округу. Кроме того, технология будет использована в Мильковском, Быстринском, Мусть, Камчатском и Тигильском округах. Сделать свой выбор на специальном защищенном портале DEC-выборы.gov.ru можно будет круглосуточно. Подать заявление для участия в электронном голосовании можно на портале Госуслуг. Ну а для тех территорий, где дистанционного электронного голосования нет, и включая территорию проведения дистанционного электронного голосования, конечно, традиционные виды голосования, они сохраняются. Это будут работать избирательные участки, на которых избиратели смогут получить бумажные избирательные бюллетени. Это, конечно, возможность голосования на дому в том случае, если избиратель не сможет прийти на избирательный участок и подать соответствующую заявку, к нему на дом приедет уже участковая избирательная комиссия. Напомним, в дополнительных выборах депутатов Заксобрания региона по 11-му одномандатному округу кандидатами выступают Сергей Куцевич, Алексей Николаев, Дарья Сучилина, Сергей Лазувский и Ольга Мельниченко. Голосование пройдет с 6 по 8 сентября. Всего в этом году в крае состоится 14 избирательных кампаний. Сначала угнал автомобиль со спящей пассажиркой, потом украл пачку купюру посетителя бара, а теперь проведет два года за решеткой житель столицы Камчатки. Приговор накануне озвучили в городском суде. При этом во внимание служителей Фемиды молодой человек уже неоднократно попадал ранее, сообщили в краевой прокуратуре. В сентябре прошлого года 24-летний горожанин, будучи пьяным, заметил стоящий автомобиль Toyota Ipsum без водителя, сел за руль и, не обращая внимания на спящую пассажирку, отправился в путь. В районе стелы на 10-м километре мужчина устроил ДТП. Через месяц молодой человек отдыхал в одном из баров города. Заметил у гостя заведения пачку банкнот, вырвал ее из рук и скрылся. Вину фигурант дело признал. Теперь подумать над произошедшим ему предстоит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и еще может быть обжалован. Семь лет тюрьмы грозит троим камчатцам, подозреваемым в незаконной вырубке деревьев. Жители поселка Заозерный спилили больше 40 каменных берез, не имея на то официального разрешения. Установлено, что 50-летний, 18-летний, ранее судимые и 40-летний, не работающие жители поселка Заозерный, недалеко от Грызаозерная, не имея разрешительных документов, спилили 42 дерева, береза каменная. Ущерб от действий злоумышленников составил около 1 миллиона рублей. Полицейские изъяли два топора, бензопилу и автомобиль Нива. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений. Максимальное наказание по ней – до 7 лет лишения свободы и штраф. Приемка завершилась. 19 образовательных учреждений Усть-Камчатска прошли проверку на готовность к началу учебного года. Комиссия провела обследование средних и вечерних школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. В 2024 году участвовать в работе комиссии были приглашены действующие депутаты Усть-Камчатского муниципального района, а также депутаты сельских поселений. Также в работе комиссии принимали участие сотрудники прокуратуры. Сотрудники образовательных учреждений организовали экскурсии по зданиям, где комиссия ознакомилась с проведенными работами. Было показано, как преобразились классы, группы, коридоры и другие учебные помещения. Эксперты оценивали состояние зданий снаружи и внутри, материально-техническую базу и учебные пособия, а также нормативную документацию. У нас сейчас проходит еще замена ограждения по периметру детского сада, срок сдачи контракта, выполнения контракта 1 сентября. Все идет у нас в срок. Это единственное, что у нас сейчас, какие работы проводятся на территории учреждения. А так все в штатном режиме. Ждем наших детей. В Усть-Камчатске мы сделали приоритет на первый этаж. В тренажерном зале мы полностью перекрасили стены, у нас был также оранжевый-черный цвет, поэтому мы работаем все в единой стилистике во всех отделениях. Конечно же, наш любимый спортивный зал. И здесь мы сделали небольшую изюминку. К первому сентябрю мы доведем ее до конца. То есть это наши баскетболисты, волейболисты, то есть это наши рисунки. Своими силами мы поставили новые двери, абсолютно новые, и провели небольшой такой косметический ремонт. Более масштабные изменения проходят в школе номер 5 поселка Ключи. Центр «Точка роста» по естественно-научным и технологическим направленностям готовили к открытию на протяжении летних каникул. Уже закуплено новое оборудование. Теперь у школьников появится возможность осваивать некоторые предметы углубленно. Открываем Центр «Точка роста» впервые. Спасибо большое этой программе, именно федеральной программе «Современная школа» и, конечно же, администрации Узкомчатского муниципального района. Особое внимание уделено вопросам пожарной и антитеррористической безопасности. Члены комиссии осмотрели системы оповещения. Эвакуационные выходы проверили наличие средств первичной пожарной безопасности, камер видеонаблюдения и контрольно-пропускные пункты. Во всех образовательных организациях имеется в наличии кнопка вызова на 112. Это система вызова тревожных сообщений. Во всех образовательных организациях установлено видеонаблюдение. Также комиссии рекомендовано добавить дополнительные видеокамеры, чтобы был лучший просмотр территории, а также внутренних помещений. Проверка учреждения и подписание акта готовности к новому учебному году – ответственный период в жизни каждой образовательной организации. Несмотря на незначительные замечания по заключению комиссии, все учреждения Усть-Камчатска к обучению готовы. Всем привет! Я турок и открываю для себя Россию, ее красивую природу и культуру. Путешествуя по этой стране, как инестранец, я вижу, как русские люди гостеприимны к инестранцам. Россия – огромная страна с удивительными красивыми местами – от высоких гор Кавказа до прекрасной Камчатки. Путешествия помогают нам узнать мир лучшее и увидеть, как много красоты вокруг. Удивительные эмоции и незабываемые впечатления подарил наш родной край блогеру из Турции. Юсуф уже 4 года живет в России и постоянно путешествует по стране. Отлично владеет русским языком и с радостью рассказывает о местах, где уже побывал на Камчатке и где только собирается провести очередное путешествие. На Камчатке первый раз, да. Уже я здесь 20 дней, да, почти. На Камчатке я был, Хавачинский вулкан поднимал ночью, чтобы встречаться с рассветами. А потом здесь очень интересные киты, надо посмотреть, морская прогулка. И кроме их, очень много есть еще здесь гостеприимных красивых мест. Надо их тоже посмотреть. Я ездил до вулкана Горелия и так далее. На юге в основном путешествовал. И сейчас я нахожусь, где Куринское озеро, мне сейчас вот красивее очень место. Покоряя вулканы и дикую природу полуострова, Юсуф делится впечатлениями на своих страницах в социальных сетях. Выкладывает ролики с вершин вулканов и спеших походов по необъятным лесам Камчатки. Он успел посетить и столицу региона, Петропавловск-Камчатский. И не хмурая погода, ни высокие цены не омрачили настроение иностранного гостя. Город красивый, люди очень гостеприимные. Самое главное, здесь люди очень гостеприимные. Это для меня как? Прямо самое главное. Прямо красиво. Это второе место, а самое главное здесь люди. Летом здесь я даже не почувствовал, я там, видите, уже как курки почти. Здесь постоянно погода меняется. И так понимаю, здесь природа дикая такая. И поэтому здесь туризм немножко идет так, что каждый день погода меняется. И поэтому гиды – это сложно, потому что надо погоду каждый день утром смотреть, куда можно добраться вообще. Это, конечно, погода немножко не как Турция. Невероятная природа и красота полуострова до глубины души поразили Юсуфа. Он поделился с нашими корреспондентами планами на ближайшие путешествия – посетить Камчатку зимой и привезти с собой друзей и родственников. Стоит отметить, в свои 24 года у блогера уже большой список городов России, где он успел побывать и насладиться природой нашей страны. Я начинал путешествовать по России четыре года назад. Я как учусь еще. У меня когда-то время летом, зимой. Я просто из Москвы начинал пять раз автостопом ездил до Алтая. Это было для меня как мечта. И я понял, что Россия огромная страна, и надо это показывать, и надо это почувствовать и путешествовать. С детства такая моя мечта была – холод, северное сияние, Россия. И потом я поступил здесь в Невач, приехал в Москву, чтобы учиться. Космическим инженерам я начинал учиться и еще продолжаю свою учебу. И это для меня как хобби – показывать Россию красоты. Просто для меня Камчатка как толп в России, скажем. Очень красивые, огромные вулканы, водопад, медведи, конечно. Это самые многие находятся в мире на Камчатке. И все в этом месте, конечно, ты чувствуешь, как здесь красиво, огромное. С танцами и вкусовым разнообразием прошел первый гастрономический фестиваль «Маракуйя» на Камчатке. Шеф-повара из краевой столицы Москвы, Петербурга и Елизова поделились рецептами изысканных блюд с неркой и дикоросами и накормили всех желающих. Сегодня проходил День озерновской нерки, посвященный этому виду рыбы и то, что она дает людям, природе этого района. И в рамках этого Дня озерновской нерки, в рамках этого праздника был еще фестиваль «Маракуйя», когда мы пригласили именитых шеф-поваров топовых ресторанов России. Усилия мастеров кулинарии гости оценили по достоинству. Привычные блюда заиграли новыми красками благодаря дополнительным ингредиентам и технологиям. Примечательно, что праздник собрал не только жителей Камчатки. Мы приехали из Нижнего Новгорода сюда к друзьям на Камчатку. Друзья нас сюда привезли, мы очень рады, что здесь оказались. Во-первых, нас впечатлила дорога сюда, длинная, но очень живописная. И замечательные люди здесь, замечательные блюда, замечательная рыба. Мы очень рады, что здесь оказались. Шеф-повара порадовали гостей кулинарными изысками, но и Камчатка нашла, чем удивить мастеров. Например, продукции, выращенной на местной земле. Помидоры уникальные, понятное дело, что они местные и придают еще дополнительное ощущение вкуса. Когда ешь какие-то продукты в каком-то аутичном месте, тогда, естественно, они вкуснее. Здесь вот как раз именно свежесорванный помидор, он дает вкус. Что касаемо кислоты, сладости, соли, я не знаю, он полноценный продукт. В перерывах между сменой блюд и кулинарными мастер-классами сотрудники Кранотского заповедника провели викторину о природе южно-камчатского заказника и конкурс детских рисунков. Культурно-спортивный центр «Контакт» организовал концерт танцевальных и вокальных коллективов и напоил всех гостей травяным чаем из местных дикоросов. Отметим, фестиваль «Маракуйя», приуроченный ко Дню Озерновской Нерки, планируют сделать ежегодным. Подъем на вершину, мастер-классы, вкусная еда, песни под гитару у костра. День вулкана отметят на Камчатке в субботу 17 августа. На Авачинский вулкан в этот день поднимается тысяча человек. Организаторы отмечают, что всех гостей застраховали. Фиксировать индивидуальные результаты восхождения в этом году будет автоматизированная система хронометрирования. Время старта и финиша участников будут считывать трек-номера. Кроме того, во время празднования у подножья Авачинской сопки пройдет экологическая акция. Желающие проявить заботу о сохранении природы смогут присоединиться к сбору мусора. Напомним, День вулкана проводится на полуострове с 2008 года. Более 1800 жителей Камчатки получили свидетельство пенсионера с начала года. Этот документ подтверждает право на дополнительные льготы, такие как скидки на проезд в общественном транспорте, покупку лекарств, товары в некоторых магазинах и посещение культурных мероприятий. Свидетельство оформляется в виде пластиковой карты с фотографией и данными. Если человек получает две пенсии, это также указывается. Карта содержит информацию о страховом номере, виде и сроке начислений, но сумма выплат не отображается. Чтобы получить такое свидетельство, пенсионеру необходимо обратиться за документом в клиентскую службу отделения социального фонда. Узнать адреса клиентских служб и дополнительную информацию можно по телефону, который указан на экране. Соревнования по булитам прошли в День физкультурника на Камчатке. Состязание объединило больше 50 любителей футбола. Свои навыки в забивании голов показывали как совсем юные спортсмены, так и уже опытные игроки. Сегодня впервые в этом году провели турнир, называется «Булитальки 1 на 1», посвященный Дню физкультурника. Будем надеяться, что он будет проводиться каждый год. Его поддержала партия «Единая Россия» во главе с секретарем Витей Горбачевым. Сегодня участвовал свыше 50 участников в двух возрастных группах с 8 до 14 лет и с 15 и старше. Постарались всех не обделить вниманием, чтобы все были довольны и приходили к нам участвовать на данное мероприятие. В ходе турнира судьи определили лучшего игрока, вратаря и голкипера, а также самого молодого и самого опытного участника. Все участники были награждены почётами, грамотами, кубками и сертификатами спортивного магазина. После награждения был организован сладкий стол с пирожками и сладостями. Данное мероприятие организовано с целью объединения командного духа и здорового образа жизни. Тем временем в Милькове, самом спортивном округе полуострова, День физкультурника прошёл по-новому. На стадионе «Строитель» в развлекательном формате провели соревнования, принять участие в которых мог любой желающий. Спортсменов ждали различные игровые этапы, на каждом из которых судьи выдавали жетоны. Далее 20 самых активных участников обменяли полученные жетоны на награды. Их предоставило Мильковское отделение «Единой России». Каждый, кто принял участие в мероприятии, по словам его организаторов, не только был награждён почётными грамотами и сертификатами, но и получил заряд бодрости и позитива.